доброе утро дорогие друзья мы собрались нашу школу детский сад так называемый сегодня на нее платье вязаные но пока что еще вот сверху дома ходит там наверное придется снять вот нарядились в розовые носочки там не стал я одевать колготки одела леггинсы до леггинсы носочки новые там зайчиками что ли с новой прической ой да пойдет такая красоточка всем хорошего дня мне надо успеть да еще пока пока нет еще только день начался а мне надо успеть тут поработать и разместить кое-что на нашем сайте до соля как-то скажешь привет вот это другое дело здравствуйте хорошо а ненхас ее хоть бы что-нибудь сказала головки ты хорошо машешь а ненхасе ну ладно молодец ходим ждем автобус до соличка шапку не стали одевать вроде не так уж холодно так иди сюда куда-то там подчеркала иди сюда соль не надо туда ходить сольчик хочет прогуляться ну ладно давай прогуляемся по нашему маршруту ножки разомнём давай-ка осторожно аккуратненько вот какая погода смотри-ка туман там какой бой осторожно какой туман туман все равно красиво птички летают корова комочит но как там пойдем по и тихо пойдем жалко бабушка корейского не знает потом мы с тобой давно бы его уже весь выучили как-то хорошо русский язык повторяешь за мной пойдем сегодня выходной но машину зятю надо отдавать носу осторожно машину взять надо отдавать оказывается каждые выходные но понятно так что они поедутся не без машины ох ладно вчера я вам задала вопрос какие вы хотите видео короткие но каждодневные или длинные но не каждый день а вчера у меня получилось видео длинная сама удивилась вроде того сего понемножку и вот вам пожалуйста такой трактор тут громыхало какой громыхало да грамма хала пойдем пойдем розочку проведаем скажем ей доброе утро розочка доброе утро цветочек доброе утро доброе утро цветочек вот он-то пойдем выходим да дождик консоль а тихо закрывай молодец хорошо все достаточно писем пишут давай ждать будем ходить и ждать автобус наше ежеутреннее ежедневное занятие ждать автобусы мы едем кому мы едем к тингу 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 ну посмотри на меня да тингу всем хорошего дня друзья мои я вот самый крайне правый самый крайне правый растишку стала листики обрывать на салат какие-то они немножко колючие и все равно мне вот этот это пекинка не напоминает нас под пекинку которую мы покупаем какая-то она колючая не знаю может это сорт пекинки такой может быть это вообще не пекинка вроде там качанчики завязываются но какая-то она вот она же гладкая должна быть сочная хрустящая дожди идут как бы всю водой наполняется капуста растет на 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 это самое колючие уят за нами уже вот едет автобус по моему сейчас развернется к нам приедет часу с одним ходом на авто боссы да боссы боссы давай боссы на точно решил сегодня по-другому боссы может мы сейчас туда подойдем сидели мы в саду полтора часа капризничает и потому что спать хочет потому что вчера уснула поздно проснулась рано да соль режим соблюдать с папой за нами приехали и мы едем вот это такая хорошая Набилась мамка. И дремит, что ли. А мы не сразу в поликлинику? А мы не сразу в поликлинику. Значит, сначала с Настей ко врачу, потом с Сосолькой ко врачу. Я уже узнала, что мы проехали детскую поликлинику. Детская поликлинику. Детская поликлинику, 12. Это мы в маминой поликлинике, в маминой больнице. Настя сегодня посещение врача. Пошла. А зять отвозит машину. Нельзя им машиной пользоваться. Поэтому я говорю, надо дела делать. Да, жди, мама. Не в его выходной, а в его рабочий день. Но не заработает он в этот рабочий день. Но дела-то тоже надо делать. А сейчас придется или арендовать машину опять, или своим ходом как-то добираться. Не знаю. Насте тяжело идти. Поэтому я, конечно, за то, чтобы машину арендовать. Что у нас сегодня пешкодралье. Да, Пасычек? О, ма, ма. Тихая, спокойная больница. Но здесь не принимает рода. А ты осой. А сой. Костя, у нее конфетка жевательная. Ади-ка, сольчики. Да, она жует. Ахоль, Кольки, да-ра. Не надо там. Тихо-тихо. А тут вот стаканчики такие лежат. На, на. И вот здесь водичку наливаем. Подожди, только сама не надо. Тут тоже тут набрызгала уже воды. Все тебе нужно. Тыркнуть самой, да. Не повалявши, не поешь. Ты что раздеваешься-то? Давай. Все? очки розовенько теперь один один так ну куда ты пошла ассорт ну ка адень обувь здесь же не дома тебе ассорт сейчас она собирает на нас кидутся ассорт ну ка адень обратно ты что такое одень куда сюда сбежали в туалет сосульки вымыли руки всем привет еще раз не трогай ничего здесь выходите к маме пошли то девочка очень расшибу шелось пойдем антенны 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 все все пойдете с разнос а соль пришла мы с тобой только что руки вымыли ты опять всю грязь собираешь нет мы там уже были пойдем к маме мы оттуда приехали нам туда сейчас не надо и что вот зачем все слив сюда приедет это еще уедешь у нас непонятно куда да вот он и приехал вызвала себе лифт нет нельзя а 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 Врач пришел. Кидарю, кидарю. Они пошли смотреть твоего братика. Да, жаль, что Настя здесь не успевает родить. Здесь вот мы на втором этаже. На первом какая-то другая больница. А вот туда, вот туда, вверх, вверх, там строят уже родильное отделение, которое будет работать в декабре. Но это точно для нас. До декабря Настя не доносит. Раньше, раньше. У нее срок-то 25 октября, 25 и 27. А сегодня у нас 12 октября. Так что еще полтора месяца. И то, не знаю, доносит она эти полтора месяца или раньше родиться. Что-то он правда толкается, толкается. Я руку на живот положила, он прям худоном там ходит. Опять сегодня до 6 утра она не спала, потому что ребенок, там ее бутузил изнутри. Чего ему не спится. Какой-то гиперактивный. А ты у меня что, как пытка длинный чулок. Оказывается, зять еще раз позвонил по поводу страховки. Что-то там пересчитывали, пересчитывали, но считали каких-то 500 тысяч вон, ну 500 долларов. Поменьше, да, поменьше. Поменьше 500, там может быть 400. Да. Которые нужно почему-то оплатить. Ну не знаю почему, видимо, что-то не было оплачено, как всегда. Все в дальний ящик, а потом вот такие счета вылезают. Самое главное, что вопросы не решаются. Ребенку даже не могут дать сейчас медицинские справки в сад из-за того, что вот проблемы с этой страховкой. Поэтому надо ее решить в первую очередь. Не надо, Ассоль. Ты там уже была. Ты сейчас все повалишь, Андель. Иди сюда. Иди сюда ко мне, Ассоль. Неуправляемый становится. Иди сюда, Ассоль. Ну, еще вот вы залезь в эту мусорку сама. Ну, конечно. Мы только руки мыли. Ассоль. Ну, пошли опять руки мыть. Давай. Сон, пойдем руки мыть. Что? Угу. Сон, пойдем мыть руки. Уже знает, что ли, где. Угу. Деловая колбаса. Давай. Только не свались тут опять. Сон. Где мыть руки надо? Да? Здесь, правильно. Подожди, ты тут сама не дотянешься. Давай другое. Не будем этим общественным. Мой. На. Втирай. Герышко. Ты попедленный чулок. Вот ты кто. В корейском исполнении. Да? Втирай, вытирай. Молодец. Хорошо. Ну, как вот опять соску пришлось едать, потому что она вопила, как рез. Давай мне, бабушка, выбросит. Давай. Все, выходи. Выходи. Да, выходи. Тихонечко. Тихо. Осторожно. Тихо. Вот все. Там это же мужской туалет. Все, мы здесь уже были. Пойдем. Пойдем. Да, что ж такое? Что такое? Что такое за хулиганка? Ты спать хочешь? А тебе еще прививку делать. Пекай? Пей? Не надо. Мы сейчас в паку идем, да? Ее вольте. В общем, малыш наш 2 килограмма 500 грамм. Он, по-моему, на полкило прибавил, да? С прошлого посещения. Сказали, хорошо, что вертится. Было бы хуже, если бы не вертелся. Так что, мамочка, терпите. Но немножко он более крупноватый. Больше норм. Больше норм. Ну, так же, как и Ассоль, да? Русский богатырь. Наполовину. Вот. Так что, поэтому так ей тяжело. Бандаж носит. Кто-то мне там писал. Да, конечно. Мышцы спины там все это поддерживает. Он полегче чуть-чуть. Но все равно не особо. Погода чудесная, да? Да. Думаешь, нам хорошо. Зачем это? Погода здесь. Папа с дочкой и мама с дочкой. Вторая мама еще не пила. Да, вторая мама еще спила. Как-то мы быстро дошли до больницы. Прям пять минут важные, мне кажется, не прошли. А, мы уже рядом? Да. Счастье. Привививку сделали. Ой, криков было вообще. Жуть, сколько было криков. Папа ее там держал на коленях изо всех сил. Она вырывалась, а потом к бабушке прибежала. Сольчик ест яблочко, да? Солнце прям вылезло. Ты что, шкурку бросаешь? Сольке дарю. Ммм. Какой красивый от парень. Спрятался от солнышка. Угу. А для чего здесь гамак лежать? Подождать. Какие красивые рыбки. Смотри, какой здесь. О, какой тут корабль. Крик. Красиво? Да, Сахар? Ой, какие красивые, да, рыбки? Мальгоги. Мальгоги. Где поем Мальгоги? Пизик. Вчера было холодно. А сейчас прям разогрела, да, на столе? А, как разогрела. Кофе бесплатно, то, конечно же, я хочу. Вы за отманией? Фри кофе. Показываю вам, что бесплатно в салоне. Ну, где салоне продают и номера. Смотрите, чай тут какой-то, вот все, да? Кофе. Здорово. А соль бегает с соломкой. На тебе вот еще такой салон. Да. А бабушка пьет кофе. Взять сделал, между прочим. Осторожно. Чеши зубки, да? Вместо своей суски. Салон agree салон. Чжи. 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 Чжо. Чжо. Фhh. Взять что? Все, в спектакле, класс. Взять что? Взять. Взять что? Условка. Да. в общем я сижу работаю мы сидим сосулькой мама у нас отдыхает я по тоже потому что поскольку сегодня вот были разъезды сделали половину с того что было задумано взять сказал что он сейчас поспит и выйдет в ночь работать чтобы не пропадал день поскольку завтра не опять поедут решать тела уже на машине что получила в лоб крышкой шишка отскочила прямо а сольки в лоб до крышка отскочил вот так что значит ночь он выйдет сегодня ну да вот ночь он работает завтра утром должен вернуться немножечко отдохнуть и они поедут опять по делам потому что и сегодня ездили на такси и на автобусе но насти тяжело передвигаться поэтому решили что бы никого не мучить делать завтра в рабочий день а в ночь он работает и завтра мы попробуем а соль отдать в сад без меня я конечно не понимаю что там будет еще родители то уедут но договорились что ай ай больно ну что это такое вот если уж совсем там будет ей не в терпёж как-то ну преподавайте санси ним воспитателем а соль да что ж такое то мне бабушке больно ты что кусаешься ну что это шла смотрите как укусила она вообще обалдела кто там называется бабушке больно ай-го ай-го ай-яй-яй вот это она уже конючит потому что хочет спать вот и завтра значит вот она поедет уже в машине без меня не знаю с какими криками слезами плачем во первых сегодня мы пробыли в саду ну да полтора часа потом поехали вот делать прививку и прочее потом была такая жарище днем что нам пришлось из нашего язву платье вылезать хорошо вот ковтюшка была одета там со штанишками вот а поскольку она же вчера плакала в саду а соль ну-ка перестань вчера плакала в саду ночью плохо спала из-за этого не могла долго проснулась в 7 утра сегодня и поэтому сегодня она утром в саду все клевала уже прям там спать укладывалась но стал наводить порядок увидела после того как они съели йогурт значит она увидела на столе лежат лежит пачка мокрых салфеток этих влажных салфеток которыми они там ротики вытирают и ручки а уже все застала высшие стали стали играть наш там последний самый четко пошел все это не хотела йогурт все доедала не значит вот она с пустого стола взяла те влажные салфетки эту упаковку и пошла класть ее на место там где все значит прикупать и воспитатели кладут они все удивились и не захлопали в общем я сказала что да она любит помогать но мы там сегодня общались с помощью переводчика и по-английски не писали там по-английски на отвечала в общем на русско-корейское английском языке лишь бы только понять а потом когда за ним пришли родители они зашли в группу принесли там документы которые нужно было запомнить еще там давали нам и спросили про спальное место сказали что это спальное место нужно заказывать в интернете где там вы искать но это здесь будет искать принципе почему бы вот саду да не закупить матрасики одеяльца ну как-то вот скупите все точно так же как они закупили вот эти ланчбоксы но заплатили по мысль за это спальное место еще зачем при столе там такой маленький матрасик маленькая одеялка все закручивается по походному зови застегивается там какие-то ремешки в общем не знаю заботы еще так не был печаль купила по поросе так и мы да ну я в садик надо ходить да вот про звуку все таки и вам хотела рассказать но опять же не сегодня потому что вот она уже хочет спать время восемь девятый я думаю что я пойду ее укладывать потому что она уже все измалили а сквала дождь все на руках там не поймешь как в промежутках и все вот уже ведь и умывает сейчас пойдем папу твоего будить да попросили проконтролировать потому что ему тяжело сейчас будет встать видим и отправить его на работу а мы пойдем спать а мама пускай тоже спит что еще сказали значит насти я по-моему говорил что ребенок уже вырос до 2 500 сказали что он чересчур такой крупноватый для этого возраста для этого срока вот и что значит живут уже расти не будет но при кусту и так уже живот у насти большой прям только на нас лезет что говорится а ребенок растет поэтому ей все это сейчас очень больно ему там тесно хотели не знаю может быть он просто по вот этим срокам должен быть чуть-чуть помещено сейчас по моему просится наружу и врач сказал что вообще ждите неизвестно когда может родиться и намного раньше потому что вот так объяснил ситуацию хотя не знаю ну а соль на что ты мучаешь голову то господи пошли спать все все уже банк уже не знает чем себе занять уже устала все давай 105 раз на горжок садилась правде на пик сайтами сейчас компьютер мой этот самый ноутбук там учишь еще ой не покой я могу я соль ну пойдем спать давай всем сказать не знаю что какой длинный у меня видео получится но что получится то получится особо снимать все это же было ничего и не когда она то спит топа кнопка то у меня на руках когда они там уходили по своим делам а соль ну хватит все все хватит говорят и что же такое за ребенок вот поэтому дела у нас делаются потихоньку на делаются потихоньку на делается страховку там нам как-то пересчитали получилось там в два раза меньше а присылали оказывается это не на меня отдельную страховку на семью но на меня поскольку я самый старший член семьи независимости от того что я как бы не гражданин этой страны никак не там непостоянный житель может так сказать да сижу тут по визе канала такой гостевой то все равно я самый старший член семьи а страховка она государственный на всю семью вот на четырех человек на нас вот что-то они там пересчитали короче разделить там нам на месяц и все все это платить не него небольшие деньги ежемесячно там в течение какого-то срока я там у меня не лезла что сосу главное что разобрались что сумма уменьшили в общем вот но теперь надо понять как это сказать устроить а вот эту миграционную службу на страховку не сразу на частями страховая компания сама сейчас пойдем устроит а и миграционную службу придется влачивать всю сумму сразу где-то добавить в общем вот колопошкой мы с вами проще наверное все таки до завтра тихо сейчас это скажешь пока 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 даже штаны висит все она уже разделась пока пока до свидания все дорогие друзья пока пока всем здоровья мира нажимаем